С каждым годом дистанционное мошенничество набирает обороты. Преступники придумывают новые методы обмана, и все больше людей попадаются на их уловки. Сотрудники полиции напомнили о мерах безопасности и рассказали о самых популярных способах обмана с помощью мобильной связи и интернета. Подробнее в материале моих коллег. О мошеннических схемах в сфере интернета и мобильной связи сотрудники полиции рассказывают постоянно. Проводят встречи с жителями и устраивают профилактические рейды. Но даже несмотря на осведомленность люберчан, они почти добровольно становятся жертвами злоумышленников и, как правило, расстаются со своими сбережениями. Методы бывают разные, которые используют преступники. Но все закасается к одному, что вам необходимо сообщить код, который придет с госуслуг. Пусть повнимательнее наши граждане смотрят смс-сообщения. Госуслуги всегда, и банки в том числе, говорят, что не сообщайте код никому. Только с начала 2024 года в МВД России Люберецкая поступило больше 700 обращений граждан, столкнувшихся с мошенничеством. Для того, чтобы не стать жертвой обмана, достаточно запомнить несколько простых правил. Первое действие необходимо сделать – это сбросить телефон. Второе – перезвонить родственнику, если он просит какие-то сведения. Второе – если просит денег в долг, хотя бы узнать. Третье – разместить или обзвонить в виде смс-сообщения о том, что страница взломана. Пожалуйста, не переводите мне никакие деньги. Если уже сомнения возникли, и человек пришел в банк, хотя бы сообщить об этом сотруднику. Что поступал такой звонок. Сотрудники полиции напоминают, если вы столкнулись с мошенничеством, немедленно обратитесь в полицию или позвоните по номеру 112. Анастасия Клавинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.